В Дагестан каждый день возвращаются десятки и сотни жителей нашего региона из разных стран, где ситуация с коронавирусом не самая лучшая. Одни вернулись с учебы, так как в вузах объявлен карантин, другие с командировки, а третьи после путешествий. И практически за каждым из них пристальный контроль. Многие находятся в своей квартире и решили первое время изолировать себя от общества, пока результат не покажет, что они не заражены коронавирусом. Наш корреспондент Тума Ибрагимова связалась с некоторыми из них по видеосвязи и узнала, каково это жить в четырех стенах две недели. Подъезд уже пустой, никого нет, и я могу спокойно забрать то, что они принесли, без угрозы чему-нибудь здоровью. Вот так дистанционно передают продукты Сабине Курбановой и ее родственники. Девушка неделю назад вместе со своими коллегами вернулась из Франции. Была в командировке, и с тех пор на улицу не выходит. Симптомов коронавируса нет, но Сабина решила, должно пройти две недели, и уже после она сможет быть спокойна. Это было решение мое совместное с Кореей, с коллегами принято, потому что я работаю, и я знаю, что работодатель, его бы обязали. Уже на третий день Сабина и ее коллегами связали сотрудники Роспотребнадзора. Уточнили, есть ли у них какие-либо жалобы или недомогания, а проверяют их только на десятый день. Я, например, смотрю по своему состоянию, но абсолютно нормально, никаких признаков, домоганий, еще чего-то нет. Поэтому, возможно, если бы у меня были бы жалобы на что-то, то они бы взяли анализы. Но, видимо, на десятый день это просто уже, видимо, исписано. Однако не все приезжие знают, куда обратиться и как себя вести, если подозрения на коронавирус все-таки есть. За разъяснениями мы обратились в Минздрав Дагестана. Лицам, вернувшимся из заграничных поездок, необходимо сообщить в Роспотребнадзор о том, когда они вернулись из заграничной поездки. 14 дней он остается дома, но мы призываем находиться действительно в самоизоляции. После того, как он сообщит в Роспотребнадзор, будет динамическое наблюдение. Также необходимо сообщить в поликлинику. Ни в коем случае не приходить в поликлинику, а сообщить в поликлинику. И врачи будут созваниваться с пациентом, либо обговорят время, когда они будут докладывать о своем состоянии здоровья. При ухудшении своего состояния здоровья необходимо поставить в известность поликлиническую службу и вызвать скорую помощь, которая приедет со всем необходимым соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм для госпитализации пациента по показаниям либо в карантинную зону, либо в зону бокса. В самоизоляции Сабина Курбанова смогла найти и свои плюсы. К примеру, у девушки теперь больше времени на самообразование. Сейчас очень много сервисов, онлайн-сервисов, которые предоставили на ближайшие несколько недель бесплатный доступ к образовательным курсам. Очень большое количество по миру музеев, которые открыли бесплатный онлайн-досу именно в связи с пандемией. То есть это возможность для самообразования, когда ты можешь сидя дома, чтобы посмотреть, новые какие-то знания получить. К примеру, Сабины последовали её коллеги, теперь они вместе ждут результатов анализов. Отметим, что в Дагестане пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. На горячую линию ежедневно поступают звонки с просьбой проверить их на наличие COVID-19. Уже поступило около 50 обращений. Между тем, в России специалисты начали проводить испытания первых прототипов вакцин на животных. В итоге будут выбраны наиболее безопасные. Ума Ибрагимова, Махарбека Марив, Рамазан Амаров, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова